Ассалам алейкум ребятишки Если вы подписаны на мой инстаграм, то могли наблюдать вот такие аппетитные вирусные видосики с бешеным кубом Я решил немного приоткрыть занавес и рассказать вам, как сделать вот такой аппетитный куб в After Effects без сторонних плагинов Ну шо, погнали! Сначала создадим сам куб, а потом внедрим его в видосик, ссылку на который я оставлю в описании Создадим новую композицию и назовем ее элемент Что у нас по размерам? 1080 на 1080 15 секунд нас устроит Фреймрейт 30 Жмем ОК Неплохо Теперь нам нужно создать 6 композиций с размерами 1000 на 1000 Для того, чтобы потом из них слепить наш зверский куб Создаем 6 композиций и нумеруем каждую Первая, можно нажать Ctrl N Вторая Ctrl N Третья Четвертая Пятая И шестая Ай, и шестая ОК У нас есть 6 квадратных композиций Перейдем в композицию элемент и закинем их сюда Выделим все Нажмем на S, Scale и сделаем их примерно вот такими Жмем опять на S, чтобы скрыть Scale Отлично Заходим в первую композицию и бросаем туда какой-нибудь футажик Ну, например, глич Я закину вот такой Сделал его побольше Уберу звук и посмотрю, что получается Ссылку на него я также оставлю в описании Неплохо, это нам подойдет Скопируем его, Ctrl C И перейдем во вторую композицию Вставляем сюда И немножко давайте сдвинем его примерно вот так Заходим в третью композицию Вставляем сюда Тоже немножко поправим Заходим в четвертую Ctrl V В пятую Все то же самое И в шестую Такая же история То есть у нас получилось 6 композиций С гличом Залетаем в элемент и видим, что происходит Выделяем все 6 композов И делаем объемными в пространстве, нажав вот сюда Отлично Теперь создадим новую камеру New Камера Нажмем ОК Что дальше? Из наших 6 композиций нам нужно сделать куб Для этого нажимаем вот сюда И выбираем 4 views Нам потребуется вот это окно Top Приблизим Жмем на первую композицию И двигаем примерно вот сюда Далее жмем на вторую композицию Нажимаем на R Rotation И в Y Rotation Пишем 90 градусов Выставляем ее примерно здесь Потом, если что, можем поправить Отлично Выбираем третий композ Жмем R Пишем в Y минус 90 градусов Двигаем левее Выставляем тоже ровно Заходим в четвертый композ Двигаем ниже Ой-ой-ой, земель Уже что-то интересное вырисовывается Заходим в пятый Нажимаем на R И в X Rotation Пишем 90 Выставляем ровно Открываем шестой композ Нажимаем на R X Rotation Пишем также 90 Потом поправим Отлично Возвращаемся назад Давайте сделаем качество получше Фу И что мы видим? Ничего ни хрена не изменилось Но подожди, земель Почти все Создаем новый нулевой объект Выделяем все шесть наших композов Жмем на первый Зажимаем Shift Жмем на шестой И вот таким прекрасным движением Привязываем их всех К нашему нулевому объекту Опа Готово Также нулевой объект Делаем объемным в пространстве Ага Жмем на нулевой объект Нажимаем на R Открывается Rotation И теперь Как вы видите Мы можем крутить Наш куб Здесь В таком положении Мы поправляем Наши композы Примерно так Двигаем центральный Один вверх А другой вниз Переедем немножко подальше Чтобы все стороны Были освещены Примерно вот сюда И так же поправляем Ну я думаю Что все стоит Прекрасно Давайте посмотрим Как все это светится Прикольно Давайте сделаем Наш куб немного поменьше Выбираем нулевой объект Нажимаем S Scale И делаем примерно Вот такого размера А теперь самое интересное Давайте со всей дури Его раскрутим Чтобы все в инстаграме Просто обалдели Нажимаем на R Открывается Rotation Тут уже выбор за вами Можете анимирует Z Rotation Y Rotation X Rotation И ориентацию Как хотите Я анимирую Y Rotation И раскручу Примерно вот так Подвину ключик Примерно сюда Даже наверное вот сюда И закручу И закручу в другую сторону Проеду немножко подальше Крутану еще пару раз Смотрим что получается Я думаю надо здесь Здесь добавим еще один ключик Естественно поработаем с графиками И сгладим движение нашего объекта Выделяем все ключи Жмем сюда на график Здесь также выделяем все ключи И жмем вот сюда Тут сглаживаем все наше движение Примерно так Отлично Давайте еще анимируем Y Rotation Жмем на часики Подкручиваем Подкручиваем еще И немножко другую сторону Также сглаживаем движение С помощью графиков Смотрим что получается Теперь самое главное Давайте добавим Motion Blur Нажмем вот сюда И накидываем Motion Blur Всем кроме камер Смотрим что получается Какая красота Елки-палки Мне кажется я немножко Переборщил с раскруточкой Поэтому я наверное удалю Пару ключиков В Y Rotation Да я думаю это мне подойдет Также в каждую из сторон Нашего куба Мы можем добавить какой-нибудь текст Ну тут уже решайте сами Все в ваших руках Сегодня я обойдусь без текста Отлично В принципе наш куб готов Давайте создадим новую композицию Назовем ее Main Размеры будут 1080 на 1920 30 кадров в секунду 15 секунд Жмем ОК И теперь добавляем исходник Который я усадил под этим видос Качаем его по ссылке И добавляем в проект Давайте Main передвинем вот сюда Для удобства Закидываем его в нашу композицию Main Жмем на R Здесь пишем 90 градусов И выставляем его ровно Видосик выглядит вот так Можете выкладывать прямо с этим исходником Мне не жалко Отлично Давайте его закомпозим Выбираем слой с видосом Жмем Ctrl Shift Выбираем второй пункт Жмем ОК Отлично Далее переходим во вкладку Tracker И нажимаем на кнопочку Track Camera Тут ставим галочку здесь И здесь И ждем просчет Это может занять несколько минут Как мы видим Все успешно причиталось Выделяем точки примерно вот здесь Жмем правой кнопкой Create Solid and Camera То есть создаем Solid и Camera Давайте выключим нашу 3D камеру Посмотрим все ли причиталось хорошо По этому Solid Что нам остается Скрываем пока Solid Переходим во вкладку Project И смело закидываем сюда Нашу композицию элемент Прямо поверх Делаем ее объемной в пространстве Открываем Solid Нажмем на Transform И жмем на Ctrl C Копируем все это дело Применяем к элементу Ctrl V И смотрим что получается Отлично Давайте сделаем наш куб Немного побольше И поставим его повыше Давайте немного понизим opacity Выбираем слой с элементом Жмем на T И понижаем opacity Примерно до 80 Solid можно удалить Нужно заставить наш куб светиться Переходим во вкладку Эффекты и пресеты И ищем эффект glow Свечения Применяем к нашему элементу Glow Radius повышаем Здесь понижаем И glow intensity Давайте повысим Примерно До 2 Все таки я поправлю немножко Анимацию нашего куба Слишком уж сильно он раскручивается Мне не особо это нравится Чтобы все это дело поправить Переходим в элемент Жмем на нулевой объект Жмем на R И сейчас я удалю пару ключей Давайте понизим Качество Тут уже крутите сами Все в ваших руках Все, снова переезжаю в main И здесь у нас Все так же изменилось Смотрим что получается Сделаем качество похуже Вот красота Вот красота Все красиво Но чего-то не хватает А не хватает отражения в воде Давайте продублируем наш элемент Жмем на элемент Жмем на ctrl D Жмем на дублированный элемент И нажимаем R Rotation Изменим значение X Rotation Примерно вот так Опустим все это дело на воду И снова поправим Это не совсем зеркальное отражение Поэтому X Rotation Я изменю Вот так Смотрим Вот теперь все хорошо Теперь увеличим Опустим еще пониже Теперь изменим режим наложения Нажимаем правой кнопкой Blending Mode И выбираем Overlay Отлично Переезжаем в эффекты и пресеты И ищем эффект Который называется Разметие по гауссу Применяем И размываем Отлично Можно немножко поменьше Теперь также ищем эффект Turbulent Displace Применяем к отражению И немножко попаяем Наше отражение Ну примерно вот так Я думаю Смотрим что получается Немножко поправим Я думаю это нам подойдет Давайте немножко понизим Опасисти Нашего отражения Примерно до 40 Неплохо Для полной красоты картины Можно сделать вот так Снова дублировать наш элемент То есть куб Закинуть на самый верх Нажать на S Scale Увеличить Примерно вот так Применить Разметие по гауссу И размазать Очень сильно Понизить Опасисти Примерно до 4 И посмотреть что будет Ни хрена не видно Давайте до 8 Немножко убавим Разметие по гауссу Примерно вот так Вот Можем повысить Опасисти Примерно до 17 Нет 17 Это много Давайте до 12 И получить вот такую красоту Готово Давайте все это дело Немного приподкрасим Создадим новый Adjustment Player К нему применим Эффект Lumet Recover И немножко покрутим Инструмент Тут уже все В ваших руках Сделал немножко Помрачнее Ой какая красота Также можно применить Эффект Который называется Grain Накидываем на Adjustment Layer Небольшой шум Чтобы наша картинка Не смотрелась мыльной Здесь выберем Final All Pad И можно поставить На 0 пяточку Вот такая красота Смело добавляйте Какое-нибудь Мощное музло Выкладывайте В инсту И отмечайте меня Мне будет очень приятно Вот такие дела Закручивайте Свой зверский куб Выкладывайте В инсту И отмечайте меня Ну и естественно Если этот видосик Был тебе полезен То смело Жми на лук И пиши комментарий Всем хуй Субтитры сделал DimaTorzok